В барно-развлекательный комплекс родители двухлетнего малыша вместе с его четырехлетней сестричкой и своими друзьями пришли накануне днем. Помимо ресторана здесь находятся бассейны на свежем воздухе, где летом любят отдыхать горожане. Сейчас администрация уверяет, несмотря на то, что бассейны наполнены водой, купальный сезон у них не открыт. И они предупреждали об этом посетителей, но те якобы не придали этим словам значения. Сразу, как они начали выпивать на летней площадке, их предупредили, что бассейны еще не работают, что сезон рабочий в комплексе еще не начался. Их предупредили, просили смотреть за детьми. Дважды лично я им делал замечания. Причем второй раз дети уже попытались выйти к бассейнам, я их самостоятельно отвел туда, на летнюю площадку. И достаточно на повышенных тонах просил родителей, чтобы они присмотрели за этими детьми. В администрации уверяют, взрослые не стали после этих замечаний внимательнее к детям. И в какой-то момент малыши сами ушли гулять по территории. Как и когда именно мальчик упал в бассейн, никто не видел ни персонал, ни дети. По словам администрации, даже после нескольких дельных замечаний о том, что нужно присматривать за своими несовершеннолетними детьми, компания продолжала распивать алкогольные напитки и отдыхать. О своих чадах родители вспомнили ближе к пяти часам вечера, когда рассчитались по счету и поняли, что пропал двухлетний мальчик. Вместе с администрацией кинулись его искать. Тело ребенка обнаружили на поверхности воды. Медики в срочном порядке госпитализировали пострадавшего малыша, но спасти его уже не смогли. В больнице мальчик умер. Полиции открыли уголовное производство по статьям убийства, ненадлежащие исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей и злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми. Но однозначно перекладывать вину на родителей мальчика в полиции не спешат. Маму мальчика проверяют на содержание алкоголя в крови, а администрацию развлекательного центра опросят на тему, как они обеспечивают безопасность отдыхающих и предусмотрен ли в их штате спасатель. В принципе, они находились в поле зрения. Там и столики, и это они находились дети в поле зрения. Но видел ли это кто-то, или родители сидели и отвлеклись там на какие-то разговоры, это тоже надо устанавливать. Что-то сейчас на кого-то ярлык какой-то вешать, это было бы неправильно. Для того, чтобы установить, как именно погиб мальчик, и была ли это случайность, правоохранители изучают видео с камер наблюдения. Велен Мудалик Мартынюк, агентство телевидения Новости.